Добрый день, коллеги! У нас в гостях Кирилл Андросов, председатель совета директоров компании Аэрофлот. Удалось ли пообщаться с вашими коллегами? Какое, по вашим ощущениям, сейчас настроение по поводу России? Вы сейчас подсказали интересную мысль. На мой взгляд, сам форум может являться барометром настроения инвестиционного климата, потому что он проводится с хорошей периодичностью, он регулярно проводится раз в год в июне. В июне уже известна макро-статистика за предыдущий год, известна статистика начала года, зимнего периода. Поэтому, если анализировать настроение из года в год, то действительно можно придумать какой-нибудь свой индекс настроения Петербургского международного экономического форума. Я обязательно этой идеей поделюсь, как наши с вами, с Росконгрессом. Что касается настроения, оно было грустное в 2014 году. В 2014 году на форуме было очень мало нерусской речи. В прошлом году, в 2015, иностранцев было уже гораздо больше, несмотря на те или иные ограничения. Но мы еще обсуждали кризис, мы еще обсуждали прогнозы спада экономики, прогнозы падения темпов промышленного производства, инфляцию и так далее. Вы знаете, в этом году, я вот первый день на форуме, я не слышу этих разговоров. В этом году мы обсуждаем, на что мы сейчас обопремся, как мы двинемся дальше, как мы изменим себя. Мы обсуждаем человеческий капитал, мы обсуждаем креативность, мы обсуждаем технологии. Мы не обсуждаем санкции, мы не обсуждаем ограничение доступа на финансовые рынки, мы не обсуждаем геополитическую напряженность. Возможно, что-то еще впереди. Я не назвал бы это оптимизмом, и тем более ростом оптимизма. Но я бы назвал это той конструктивной точкой, когда пессимисты уже могут расслабиться, когда уже имеет смысл сесть и начать обсуждать не прошлое, даже не настоящее, а наше будущее. Вот это желание я вижу, это желание я чувствую. Я сегодня встретился с многими своими европейскими коллегами и азиатскими коллегами. Я вижу новые лица здесь и из Южной Кореи, и из Вьетнама, и из Японии. Это меня приятно удивляет.